Крым ожидает провал сезона в 2022 году. Такая статья вышла в Коммерсанте от 17 мая 2022 года. Крымские гостевые дома решили не открываться без туристов. Из-за низкого спроса со стороны россиян на отдых в Крыму этим летом на полуострове могут не открыться до третьей гостиницы гостевых домов, принимающей туристов в пик сезона. Ательеров пугает сокращение до 30-40 прогнозируемой загрузки на лето, а привлекать отдыхающих за счет дальнейшего снижения цен в условиях ощутимой инфляции они уже не могут. Туристы оказываются от поездок в Крым из-за закрытого аэропорта, нехватки железнодорожных билетов и опасений по поводу близости Украины, где проходят боевые действия. Как сообщила коммерсанту исполнительной директора сации туристический альянс Крыма Светлана Возная, этим летом из-за низкого спроса некоторые сезонные средства размещения на полуострове могут не открыться. Она уточнила, что речь идет в основном о гостевых домах и небольших гостиницах. Этот тренд подтверждает представитель twill.ru Оксана Шустикова, по словам которой не возобновят работу отелей на 50-60 номеров, а это 20-30% от всего номерного фонда Крыма. Директор турэтно Андрей Пылов называет массовым явлением перенос сроков открытия сезонных объектов конца апреля на конец мая. Он не исключает, что в итоге ряд объектов примут решение не работать в этом сезоне. Светлана Возная констатирует, что негативные ожидания от эллигеров возникли из-за провальных майских праздников, когда загрузка средств размещения составила всего 10-15%. Сейчас, по ее словам, ожидаемая загрузка на лето составляет 30-40%, в то время как хорошим показателем для Крыма считается 70-80%. Эксперт не исключает, что часть существующих бронирований к тому же будет отменена. Представитель туроператора Интурист Дарья Домостроеву указывает, что динамика бронирования туров в Крым на лето действительно остается низкой. На это же указывает гендиректор туроператора Дельфин Сергей Армашкин, отмечая, что спрос ниже, чем на Краснодарский край. Собеседник коммерсалта на туррынке утверждает, что продажи летних туров в Крым в реальности упали на 85% год от года. Представитель другой туркомпании говорит о спаде на 50-55%. Низкий спрос уже вынудил ательеров скорректировать цены на летний отдых, но дальше снижать цены из-за высокой инфляции они не могут. Из-за этого увеличились затраты на покупку продуктов питания и оплату персоналу, говорит госпожа Возная. Оксана Шустикова связывает низкий спрос этим летом в Крыму преимущественно с ухудшением транспортной доступности. Аэропорт Симферополя закрыт для пассажирских рейсов с 24 февраля из-за военной операции РФ на Украине, а число комфортных поездов ограничено. Туристы ставят будильники, чтобы купить билеты на поезд в час начала продаж, говорит собеседник коммерсалта на туррынке. Операторы даже стали предлагать туристам чартерные автобусы в Крым, поясняет Дарья Домостроева. Ситуация в ближайшее время вряд ли заметно улучшится. Источник коммерсанта в отрасли говорит, что заявленная емкость железнодорожной перевозки в Крым составляет 2,3 миллиона человек в год. С учетом дополнительных поездов она может увеличиться до 2,5 миллионов. В то же время аэропорт Симферополя обслужил 6-7 миллионов человек в год, отмечает он. По его словам, из регионов Урала, Сибири поездка в Крым на поезде займет несколько дней, что неудобно туристам. Гранд сервис «Экспресс» осуществляется железнодорожные перевозки в Крым. Комментарий не предоставили. Негативно на рынке Крыма также мог отказаться уход booking.com, предполагает госпожа Шустикова. Уже несколько лет сервис был представлен в регионе ограниченно. Тем не менее, по словам эксперта, ряд гостиниц не работали с другими платформами. Собеседник коммерсанта в отрасли считает, что одной из ключевых проблем опасения туристов ехать в Крым – граничащие зоны боевых действий. Свой тезис она подкрепляет тем, что спрос на размещение в Анапе остается высоким, несмотря на ограниченную работу аэропорта. Другой собеседник коммерсанта приводит пример с аэропортом в Сочи, который принимает пассажирские борта. В этот кризис поток сократился на 10% год от года там. Если бы не было временного закрытия аэропорта Симферополя, то спад в Крыму мог бы быть аналогичным сочинскому показателю. От себя хотелось бы добавить, что в Анапе тоже очень большое снижение турпотока. Во-первых, пробки на дорогах, нет аэропорта, и у нас не так уж и много людей приехали на майские праздники, как могло бы быть. Ну и плюс погода, как бы не очень. А в Сочи, в Сочи мы были с вами, мы уже в апреле видели, что там люди были сами в шоке от того, сколько у них туристов. И сейчас их с каждым днем там все больше и больше. И вот как раз таки из коммерсанта беру выдержки, можно добавить к этому, что я тоже говорил, что у нас очень много людей прилетало с самолетами. Хотя многие себя успокаивали от Ильера, от того, что да там, что там 5%, 10%. На примере Крыма один аэропорт, железную дорогу перебивал в 3-4 раза по количеству пассажиров, которые приезжали туда на отдых. Вот такие дела, дорогие друзья. В общем, возможный провал сезона в Крыму. Дай бог, чтобы у нас тоже было все хорошо. Хотя тоже по ощущениям, ну погода, дайте нам погоду, может быть, будет лучше по туристам. В любом случае, всем мирного неба, самое главное, чтобы все были живы и здоровы. Отдохнем, как говорится, в следующем году. И жду вас в комментариях, обязательно пишите, что вы думаете по этому поводу. Мне будет очень интересно вас услышать, потому что ваше мнение тоже очень важно. Как вы считаете, будет ли этот сезон провальный, или как его ждут, что вау, прям нет, все будет только лучше, и еще больше людей приедет, чем обычно, и так далее, и тому подобное. И от себя просьба, ребят, не езжайте в Турцию. Просто потому, что не надо кормить армии других стран. Ну, прям сейчас это очень актуально. Пример вам прям наглядный уже имеется. С вами был Юрий Озаровский. Не забывайте лайк, подписка, делитесь видео со своими друзьями. И благодарю Коммерсант за столь интересную статью. Ссылочка на нее будет в описании. Всем пока-пока, хорошего настроения.